Всем привет, с вами Хэйп Пиксю, и в этом видео я покажу вам скетчбук, который вела в 2017 году. Этот скетчбук я начала в апреле этого года, и он до сих пор не закончен, но дело в том, что я уже перешла на другой скетчбук, так и не закончив этот, к сожалению. Возможно, когда-нибудь у меня дойдут до него руки, но что-то так сложилось, что не закончила я его. Но, тем не менее, я решила снять этот ролик, потому что в ближайшее время я к нему возвращаться точно не планирую. Это скетчбук фирмы Кройтер, и в принципе он отличный, но у него есть один существенный недостаток. Это скетчбук формата 20х20 см, он квадратный, он очень удобный, в нём гознаковская бумага ватман 200 грамм, просто прекрасный. Но минус в склейке, потому что, когда ты долго начинаешь им пользоваться, листы начинают отлетать, выпадать, и это начинает раздражать, поэтому я больше не хочу себе скетчбуки на склейке. Ну, да, оставим все эти предисловия, давайте смотреть рисунки. Я хотела сделать какую-то открывашку для этого скетчбука, поэтому я нарисовала здесь Сардоникс из Стивен Юниверс. И вот, да, кстати, подписала, когда я его начала, 8 апреля, финиш пока не написала, потому что он не закончен. В то время я очень много рисовала тушью, как видите. Здесь иллюстрация Гарри Поттера, которую мы с вами делали в одном из видео, и тоже по Гарри Поттеру Сириус Блэк. Такая работа, мне очень понравилось здесь делать именно разводы туши. Она очень интересно растекается, если писать по-мокрому. Здесь я тренировалась рисовать лица акварелию и нарисовала маленькую иллюстрацию к песне. Здесь иллюстрация с основательницами Хогвартса. Это Кандиды Коктевран и Хельга Пуффендуй. Я так долго себе обещала, что вот на этой стороне я дорисую Слизарина и Гриффиндора, но как-то не дошло и вряд ли уже дойдет, я думаю. Снова тушь, но тут уже перышком я рисовала портретики. Какие-то зарисовки. Попытка в автопортрет карандашом. И еще одна попытка в акварельный портрет. Здесь какие-то скетчи. Да, тут уже снова я вернулась к маркерам. И опять тушь чародейки. Этот разворот, я думаю, очень многие видели. Это самое популярное видео на моем канале с жемчуг в восьми стилях. Можете на некоторых разворотах видеть скотч, потому что скетчбук конкретно разваливается. И очень жалко, потому что бумага в нем хорошая. Здесь еще раз тушь. Я экспериментировала с портретами. Это портрет нарисован полностью пером, а этот полностью кисточкой. Ну и что-то среднее. Это профессор Трелони из Гарри Поттера. Здесь акварельный портрет голубого алмаза. И здесь должна была быть розовая. Вы даже видите скетч. Но акварели я до него не дошла. Тем более я испачкала страницу. Это я посмотрела призрака в доспехах. Здесь заклеенный Хэнсон Джек, потому что он получился ужасный. Я там... Там какие-то непонятки с материалами. Я тут и фон акрилом делала его, снова карандашами. В общем, не очень получилось. А вот эта картинка мне нравится. Это сочетание контура тушью коричневой. И покрас сделан акварелью и акварельными карандашами. По-моему, получилось ярко. И вот эта вот техника мне понравилась. Жалко, что я редко так рисую. Здесь черная тушь и золотой акрил. А, это уже дело было летом. Я тогда увлеклась очень рисованием акварельных портретов. И вот отрисовывала отдельно глазки, губы. Губы акварелью это для меня просто ад. Я не умею их рисовать акварелью. И да, я немножко скучала по академическому рисунку в то время. Еще портретики карандашом. Это вклеено. Тут некрасивая иллюстрация была. Я потом вклеила. А здесь я пробовала пришедшие мне тогда с Алиэкспресса ватербраши. Можете видеть, насколько жестко этот скетчбук разваливается пополам. Да, я понимаю, что он, возможно, отрывной, но я люблю хранить свои рисунки вместе, поэтому мне это не очень нравится. Дальше здесь что-то по варфрейму пыталась придумывать. Какие-то незаконченные скетчи. Ностальгия по Винкс, очевидно. И работа маркерами со Стивони в видео есть на канале. Штуки. Не знаю, как это комментировать. А здесь так совпало, что у меня тогда появились акриловые краски, и я тогда усиленно... Ну, не усиленно, но просто очень много смотрела Боба Росса. И в итоге вот так вышло, что поделала небольшие скетчики. Очень умиротворяющее занятие, на самом деле. Доктор Стрэндж внезапный. И недоделанная штука по Стражам Галактики. Я тогда, по-моему, вторых Стражей посмотрела. Здесь я пересматривала Аватара. И пыталась понять, как люди умудряются рисовать шариковыми ручками, даже не гелиевыми. И я до сих пор не поняла, потому что мне абсолютно не понравилось ими рисовать. Я не знаю, мне просто не нравится. То есть я могу рисовать ими скетчинг по учёбе, а вот именно какие-то такие работы нет. Для каких-то прям таких контуров замысловатых они не подходят, мне кажется, этот материал. Акриловый портрет. И дальше у нас начинается Инктябрь. Это я игралась просто, мне хотелось поиграть с Water Brush'ом с Алиэкспресса, попробовать в него залить тушь. И дальше пошёл Инктябрь. Я в основном рисовала его по видеоиграм, поэтому объяснять мне тут особо нечего. Я просто покажу картиночки. Инктябрь я, конечно же, выдержала не весь. У меня где-то работ 15-16, наверное, получилось. Ну, в следующем году буду стараться, обещаю. Просто не всё, иногда не всё зависит от нас, в общем-то. Вот с этой картиночкой потом открытки я делала. И, в общем-то, всё. Вот здесь Инктябрь заканчивается. Здесь он ещё должен был быть, но меня не хватило. И, в общем-то, и сам скетчбук здесь потихоньку заканчивается. Всё. Я тут ещё поигралась немножко углём. И всё. Дальше очень много ещё страниц, на самом деле, здесь осталось. И очень жалко, потому что бумага качественная. Сейчас я завела новый скетчбук. Он больше, чем этот. Тоже квадратный. Мне нравится квадратный формат. У скетчбуков здесь бумага, как видите, похуже. Вот я тут изливала душу во время сессии. Здесь бумага довольно-таки тонкая и очень гладкая. Поэтому с акварелью на ней проблемы. А вот перо по ней ездит просто идеально. Я не знаю, связано ли это с тем, что она такая гладкая. Но прям тушью здесь рисовать одно удовольствие. Вот. В общем-то, я думаю, на этом будем заканчивать. Спасибо большое за просмотр. Я надеюсь, вам понравилось это видео. Чем-то вас вдохновило. Оставляйте свои комментарии. Мне всегда очень приятно и интересно их читать. С удовольствием пообщаюсь с вами на какую-нибудь тему. И до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok